Субтитры делал DimaTorzok А прежде чем мы начнем обзор новостей, волновавших пользователей социальных сетей на этой неделе, мне хотелось бы поблагодарить информационную поддержку телеканал РГВК, а также еженедельник «Свободная республика». «Свободная республика» – газета для думающих людей. 14 августа на площади Ленина прошла акция «Точка здоровья», организаторами которой выступили Министерство по делам молодежи Республики Дагестан, Министерство здравоохранения региона, Комитет здравоохранения Республики Дагестан и Республиканский центр медицинской профилактики совместно с волонтерами-медиками. По поводу произошедшего своей информацией поделился Резван Байрамбеков. В ходе профилактического мероприятия, направленного на предотвращение возникновения новой волны коронавирусной инфекции COVID-19, медработники рассказывали гостям и жителям столицы, как обезопасить себя и близких в людных местах. Эта информация крайне важна в условиях, когда люди практически перестали соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Пользовательница социальных сетей Марьям Абдулаева написала следующее. Помимо этого, всем прохожим были розданы медицинские маски, антисептические средства и информационные буклеты о важности использования средств индивидуальной защиты. Желающих также проверили на наличие первичных симптомов заболевания коронавирусной инфекцией. Председатель Комитета здравоохранения ОМП Республики Дагестан Эльмира Меджидова, рассказывая об акции, отметила сознательность большей части населения касаемо здоровья. «Прохожие крайне положительно отнеслись к нашей акции и благодарили за маски и антисептики. Нам очень приятно осознавать, как много людей понимают важность профилактики инфекции». Написал пользователь Загир Алибеков. 14 августа в Центральной Джима-Мечети города Махачкалы прошла акция по раздаче средств индивидуальной защиты органов дыхания, то есть масок, организованная Министерством по делам молодежи Республики Дагестан совместно с Муфтиатом региона. Всемирная организация молодежи «Волонтеры-медики» – общественная организация «Аспатриоты». Я считаю, что подобные акции нужно проводить именно в таких местах, именно там, где большое скопление людей, и они очень нуждаются в том, чтобы им рассказывали о том, как правильно себя вести в подобных ситуациях. Делится мнением Гасан Магомедов. В рамках акции «Перед началом пятничной молитвы» волонтеры раздали посетителям мечети медицинские маски и буклеты с информацией о профилактике заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, заместитель имама Центральной мечети Рамазан Кибедов в ходе проповеди напомнил дагестанцам о необходимости ношения масок. «Мы не должны забывать, что в нашем регионе до сих пор существует опасность заражения этой инфекцией. В связи с этим сегодня во дворе мечети были розданы маски и оповестительные буклеты», добавил Кибедов. Написал о своем мнении Зарипат Мустафаева. В свою очередь, заместитель министра по делам молодежи РД Сережидин Галимов, рассказывая о прошедшем мероприятии, отметил, что в основном прихожане мечети соблюдают необходимые меры безопасности и с пониманием относятся к новым правилам поведения в общественных местах. Сегодняшняя акция позволила нам еще раз напомнить жителям города о действующем в регионе масочном режиме. «Мы увидели, что многие прихожане мечети соблюдают меры предосторожности для защиты от заражения коронавирусной инфекцией», рассказал Сережидин Галимов. Добавим, что аналогичные акции ранее были проведены на территории столичных торговых центров и автовокзалов. Пишет пользователь Гаджи Бургалиев. В четверг, 13 августа, в Махачкале прошли информационные рейды, направленные на профилактику и устранение нарушений масочного режима. В качестве организаторов мероприятия выступил Минмол РД, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана, Федерация автомобильного спорта, а также общественные молодежные организации. Рейды прошли на территории местных автовокзалов – Северный, Южный и РДР, где волонтерами было проведено информационное оповещение жителей и гостей столицы об опасности заражения коронавирусной инфекцией и мерах профилактики заболевания, после чего были розданы медицинские маски и памятки о возможности использования средств индивидуальной защиты в людных местах. По мнению Мухаммада Расулова, ситуация выглядит таким образом. Также волонтеры проверили, соблюдают ли работники организации основные меры предосторожности, в числе которых масочный режим и измерение температуры тела бесконтактным термометром. Главный специалист отдела профилактических программ и проектов Минмолодежи Республики Дагестан Абдулмажит Рамазанов, рассказывая о мероприятии, отметил необходимость проведения рейдов на постоянной основе для профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19. За сигдатой социальных сетей Гамзат Исаков написал следующее. Абдулмажит Рамазанов также сказал, «К сожалению, угроза заражения в нашей республике все еще существует, поэтому при помощи рейдов мы стараемся выявить нарушения мер безопасности в общественных местах и различных организациях. Важным является соблюдение масочного режима и использование антисептиков». Работникам организации также следует измерять температуру тела. «Мы надеемся, что жители Дагестана ответственно отнесутся к собственной безопасности и тем самым обезопасят окружающих», — сообщил Абдулмажит Рамазанов. Пользователь Пайзула Мирзаев подвел итоги этого обсуждения. По итогам проверок не было выявлено серьезных нарушений. Все автовокзалы обеспечивают своих работников средствами индивидуальной защиты, а также ведут учет состояния их здоровья в специальных медицинских пунктах. Добавим, что информационные рейды по профилактике и устранению нарушений масочного режима продолжаются как на территории Махачкалы, так и на территории всех муниципальных образований Дагестана. На сайте Минсельхоза сообщили, что за 7 месяцев 2020 года экспорт продукции агропромышленного комплекса Дагестана превысил 15,5 миллионов долларов. Понятно, что большое количество комментариев набрать эта информация не могла, но комментарии были грамотными и информативными. А это уже повод обратить на эту новость внимания. Пользователь Амар Алиев написал следующее. В целом, в планах на 2020 год довести объемы экспорта сельхозпродукции из республики до 24,2 миллионов долларов. В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация экспорт» В нашей республике Минсельхоз Продам РД реализуется региональный проект экспорт продукции АПК, направленный на увеличение объемов экспорта продукции отрасли. Основными экспортно ориентированными направлениями АПК Дагестана выступает производство баранины и риса. Пишет активная участница социальных сетей Фатима Абдурахманова. В частности, за последние годы заметно выросли пассивные площади риса. Объемы валового сбора белого зерна в 2019 году составили более 95 тысяч тонн, что превышает лучший показатель советского периода. К тому же, интерес к дагестанскому рису проявляют в Азербайджане, Иране, Туркменистане и других странах. В текущем году уже направлены на экспорт более 1 тысячи тонн риса. Пользователь Рустам Алхазов по этому поводу написал, «Региональный проект предусматривает господдержку в виде возмещения части затрат на проведение миллиардативных работ на землях сельхозназначения проектов. На производство экспортно-ориентированной продукции агропромышленного комплекса». Эту же тему продолжил пользователь Артур Амиров. Так, в 2019 году в рамках реализации проекта миллиардативные работы были проведены на площади 820 гектаров при плановом значении 750 га. В текущем году миллиардативные работы планируется провести на площади 879 га, что тоже больше планового показателя на 179 га. В частности, АО «Кизляр Агрокомплекс» уже завершил реконструкцию 590 га рисовых чеков, а также завершает работы по строительству новых инженерных рисовых систем на площади 50 га. Новые рисовые чеки на площади 239 га строят и в АО «Кизляр Курицкий мясокомбинат». Своё мнение написал и Муслим Хайбулаев. «Благодаря мерам государственной поддержки в 2018-2019 годах ООО «Нива», АО «Кизляр Агрокомплекс» и СПК «Риск» ввели в эксплуатацию первые мощности по производству рисовой крупы, позволяющие перерабатывать до 60% производимого в Дагестане риса. В 2020-2021 годах будут продолжаться работы на этих и ещё двух рисоперерабатывающих производствах. По мнению завсегдата социальных сетей Заиры Багандовой, дагестанская баранина стала брендом. С нами активно сотрудничают партнёры из Ирана, Азербайджана, Грузии. Также интерес к поставкам дагестанской баранины проявляют страны Персидского залива – Катар, Кувейт, Объединённые Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Обозначенный повышенный спрос на производимое в Республике экологически чистое мясо определяет потребность в создании дополнительных мощностей по производству и переработке баранины, говядины и мяса птицы. В частности, планируется реализовать несколько проектов по созданию откормочных площадок, а также современных убойных цехов, что позволит расширить географию экспорта и увеличить поставки баранины без ущерба для потребностей внутреннего рынка. Пользователь Сайпуа Гусейнов написал, «Дагестан в 2020 году планирует увеличить экспорт сельхозпродукции до 24 миллионов долларов». По информации Министерства сельского хозяйства, национальный проект «Международная кооперация и экспорт» помогают налаживанию продаж за границу. Для этих целей Дагестан увеличивает производство риса. Белое зерно закупает Азербайджан, Иран, Туркменистан и другие страны. В этом году на экспорт ушло уже почти полторы тонны риса. Не остался в стороне дискуссии юзер Абдулла Мугатов. И здесь надо признать, что в прошлом году у нас существенно подорожала баранина, а для нас это один из главных продуктов питания. Но у нас мясо подорожало из-за дорогих комбикормов и сена. Скоро еще подорожает. Ну, такова экономика наша. Ничего не поделаешь. У нас все из-за инфляции дорожает. И это касается не только сена, комбикормов, но и лекарств, которые требуются большому поголовью. Пользователь Джамбулат Гусейнов подвел итоги этого обсуждения. Лично я буду очень рад тому, что наша продукция нужна еще где-то кроме России. Это значит, есть повод для наращивания производства. Это значит, что можно развивать свой бизнес. Значит, есть повод решения увеличения кормовой базы. Я не сомневаюсь, что это решаемые вопросы. Главное, что есть рынок сбыта. А остальное потянется через механизмы рыночной экономики. Посты о морали и нравственности всегда набирают массу комментариев. И здесь люди во всей красе демонстрируют свои убеждения, заблуждения, стереотипы и готовность отстаивать свою точку зрения. Не исключением была и прошлая неделя. Один из юзеров написал пост о том, как город портит чистые женские души. Написал и получил в ответ все точки зрения. Сам пост и отклики на него мы озвучим вам прямо сейчас. Пользователь Абу Альбара написал следующий пост. Сколько же сегодня девочек, которые воспитывались в селах, находясь в строгости и богобоязненности, они были далеки от распутства и грязи этой дунья. Их родители, их бабушки и дедушки вкладывали в это все свои силы. И сколько из них впоследствии были погублены городом? Погублены своими собственными родственниками, которые делали все возможное, чтобы выбить деревенщину и колхоз, в кавычках, из этих девочек. Дабы они не позорили их своей скромностью. И мы все чаще наблюдаем, как девочки деградируют из деревенских светских львиц. И при этом им уже не нужно покидать свою деревню, потому что прогресс добрался и до горных вершин. Потому что сегодня впору воспитывать не сколько детей, сколько взрослых. Взрослых, старающихся превратить свои дома и села в современное общество. И их становится все больше, потому что эти взрослые и есть те самые вчерашние дети, которых воспитала цивилизация, в кавычках. Пользовательница Сеата Брагимова на это ответила следующим комментарием. А мальчики и там, и тут остаются неприкосновенно кристальными скромниками? Светских львов нету? Кто вторая половина разврата самая активная? Пока мужчины не перестанут развратничать, разврат никуда не уйдет. Если мужчина будет мужчиной, то женщина будет женщиной, как говорил имам Шамиль, независимо от места проживания. Станьте настоящими мусульманами, не прикасающимися, не общающимися с запретными посторонними женщинами и разврата не будет. Некому будет портить и сельских, и городских девочек. Ей отвечает за всегда-то виртуальных дебри Хабиб Рашидов. Я не соглашусь, все зависит от мужчин. Если мужчина воспитан достойно и будет вести себя достойно по отношению к девушке, она так и останется достойной. Не вам ли знать, что мальчики рассказывают девочкам, чтобы получить от них то, что они хотят, а потом и обзывают их последними? Тут виноваты как девочки, так и мальчики. Не остался в стороне дискуссия Абдул-Халик Самедов. Когда наши джигиты женятся, вся их родня начинает собирать информацию о невестах и желательно компрометирующую. Таким образом можно вытянуть себе кое-какие выгоды. О том, что мужчина не стоит того, чтобы связывать с ним жизнь, как правило, знают все. В селах просто, если жених выгодный, многие занимают позицию. Ага, наверное, про него правду говорят, но наша девочка чистая и порядочная, и он ее не обидит. Не за что ее обижать, а женихов богатых, если что, не так много. И, как правило, обольшаются. Но урод он во всем урод, и никакого счастья в этой семье не будет. Нур Магомед Херачев по этому поводу написал следующее. В городе больше возможностей, но и соблазнов тут тоже больше. Здесь вывеска живое пиво, там ночной клуб, водители, которые ласково предлагают подвезти. К тому же человек растворяется и не так заметен в городской массе. В селе он все же больше под присмотром окружающих. Но и в городе человек решает сам, идти ли на поводу у греховных желаний или заниматься полезными делами. Поделился своим мнением и Нур-Удин Магомедов. Взгляд автора значительно помутнел и устарел, как старый фотоаппарат. Надо вкладывать знания в своих детей и не разделять на мальчиков и девочек, так как влияние равноценное. Голова ребенка – это плодородная почва, и если туда ничего не вкладывать, то ветром задует непонятно что. Знания – это надежная защита от глупостей и невежества. А вот у Саида Демирова тоже своя точка зрения. Пустой пост, вы бы хоть примеры привели бы. И вообще, женщина – это не зверь, в клетке не удержишь. Вообще, вы, мужчины, на себя посмотрите. В городе точно половина неработающей, обкуренной, нахальной, невоспитанной и необразованной бычьё. Я уже не говорю о количестве сауны и прочих злачных мест, о существовании которых всем очень хорошо известно. На что ответила Аминат Зурабова. Скажу вам одну вещь, только не смейтесь, пожалуйста. Я закончила школу в 1979 году. Так вот, даже в 10 классе не знала, как спит мужчина с женщиной. Я уже не говорю о девушках, у них вообще этого в голове не было. О поцелуях даже речи не было. И это во времена, когда религия была под запретом, молились только единицы. Сейчас же все говорят про мораль и нравственность, и столько грязи вокруг. Анвар Батыров написал следующее. «Все просто. Откажитесь от интернета, телевизор в окно. Вместо машины ослик и вперед. Точнее, назад в прошлое. Если уж вы преподносите все так, как будто цивилизация принесла вам только нехороший и разврат, так откажитесь от нее. Вам кто-то не разрешает, что ли? Раз город портит, увезите опять в горы. Там все под контролем». Итог дискуссии резюмировал Камиль Бутаев. Порядочность человека определяется не тем, где он родился, вырос в городе или в селе, а воспитанием в нем трудолюбие, уважение к старшим и потребности в саморазвитии. Последнее в Дагестане давно не актуально. Оттуда и все проблемы. Если у человека разум занят делом, ему не до всякой ерунды, типа гулянок, понтов. И у него бывает, в отличие от большинства сегодняшней малообразованной, но чрезмерно самоуверенной молодежи, желание развиваться. Туристы, отдыхающие на берегу Каспийского моря в Дербенте, устроили субботник. Нетрудно предположить, что видеозапись того, как они убирают мусор на пляже, наберет десятки тысяч просмотров. Ну вот, некоторые комментарии удивили. Однако весь кубок мнений в собранных нами комментариях. По информации завсегдатая социальных сетей Джамала Сурхаева, туристы собирали мусор на пляже в Дербентском районе. Он обратился к ним. Спасибо вам, люди благородные. Будем надеяться, что администрация Дербентского района не припишет себе уборку этого пляжа с целью наполнения своего личного кармана. В любом случае, люди показали, что можно и по-другому относиться к своему берегу. Дербентская районная администрация должна быть неловко после такого видео. Эту тему продолжает Лила Меджидова. Она считает, что туристы окунули в грязь лицом местных и надавали им пощечин по их самолюбию. Вот лично от меня, хотя я и не мусорила ни разу, огромное спасибо этим туристам. Люди не должны жить в грязи. Люди не должны замусоривать ту территорию, которой они пользуются. В людях, в отличие от свиней, должны быть внутренние оттяги к чистоте. Именно это продемонстрировали туристы. Завсегдатой Шамиль Муртазалеев высказался по этому поводу. Вот так тоже, оказывается, в жизни бывает. Пока наши хаяли и обсуждали их внешний вид, туристы лучше прибрались на пляжи. Желаю нашим людям учиться у туристов такому уважительному отношению к своей природе и своему морю. В диалог вступил юзер Шахрамазан Хизриев. В сложившихся условиях без туризма Дагестан не протянет, поймите вы. На таком патриархальном сельском хозяйстве, как у нас, далеко не уйдешь. Чернозем, привезенный еще в СССР, уже заканчивается. На скотоводстве, думаете, Дагестан протянет? Может, протянет, если будет туризм. И я не думаю, что это ради хайпа. Люди выложили это видео. Скорее всего, выложили туристы, чтобы мы оценили свое родное. Потому что природа хрупкая, и ее надо хранить для будущего поколения. Воспитанного, правильного поколения. Разве я не прав? Нурудин Нурмагомедов по этому поводу написал следующее. То, что они убираются, это хорошо. Но почему они в купальниках ходят? Как-то некрасиво это, не по-нашему. Мне даже смотреть стыдно на этих женщин в купальниках, не то чтобы их хвалить. Если уж снимают видео, неужели нельзя поприличнее одеться. И вообще, не нужно нас учить жить. Мы сами знаем, где убираться и когда заниматься очисткой наших пляжей. Не-не, так не пойдет. Они сделали это в неподобающем виде. Хоть они весь берег Каспии уберут, это не даст им права ходить по берегу Каспии в купальниках. Своим мнением поделилась пользовательница Мадина и Бадулаева. Вы вообще на другую тему перешли. Меня не волнует, как люди одеваются. Да и как они к нам обращаются, тоже не волнует. Я ответила на то мнение человека, который рекомендует учиться многому у туристов. Я с этим полностью согласна. Не отрицаю, что обидно, когда другие приходят и убирают, указывая на вашу нечистоплотность. Этот мусор, кто приносит на наши пляжи, вы все прекрасно знаете. И может видели своими глазами, как все это делается. Но когда вы делаете им замечание, эти грязнули хамят вам в ответ. Они свои горы загадили и равнину тоже загаживают. Поступок вот этих людей, которые на видео, достоин похвал. А вы вообще о другом начали писать. Какая разница, во что они одеты? Если вы все такие тут умные, им обидно наблюдать, как туристы их получают. Почему не выходят тогда убирать вместе с ними? Юзер Назим Мусаев по этому поводу тоже не стал скрывать свою позицию. На территории пляжа они имеют право ходить в купальниках. Это их личное дело. А вот в городе они сами уже не будут выходить в таком виде. А нашим лишь бы поумничать. Лучше бы свою грязь и мусорки поубирали бы. Весь Каспий загажен. Самим-то не стыдно. В Арабских Эмиратах это исламское государство. Но даже там туристам на пляже разрешено. И на территории отелей разрешено в купальных костюмах и шортах ходить. Ну а в городе, конечно же, нежелательно. Пользователь Салимхан Баматов также поделился своим мнением. Почему там нет местных людей, которые бы могли показать пример? Почему именно приезжие должны учить людей, живущих на берегу моря, не мусори? Мы сами этого что ли не видим? Надеюсь, теперь все увидели, что туристы поднимают в Дагестане не только экономическое положение, но и эстетическое. И все же самым интересным было мнение пользователя Мусы Габибова. А вы все жалуетесь на то, что они голые. Зато вы одетые, но грязи от вас с высоких гор до самого Каспия. Красота изнутри. А если серьезно, то нужно самим обратить внимание на состояние наших пляжей. Туристы должны приезжать и оставлять в Дагестане свои деньги с удовольствием. Мы должны быть терпимы к людям, должны быть гостеприимны и должны стараться сделать так, чтобы они снова и снова к нам возвращались. Хасавюртовский районный суд признал виновными 11 соцработников и почтовиков в хищении 5 миллионов рублей. Ну и очевидно, что комментарии посыпались как из рога изобилия. Внимание на экран. Пользователь «Муслим Муслимов» по этому поводу высказал свое мнение. Шесть работников Управления социальной защиты населения Хасавюртовского района и пять сотрудников отделения почтовой связи признаны местным судом виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса России, мошенничества, служебной подлог и подделкой официальных документов, сообщает пресс-служба Республиканского управления Следственного комитета России. Пишет пользователь социальных сетей Расул Салманов. Среди осужденных есть фигуранты еще одного уголовного дела – охищение детских пособий на 40 миллионов рублей. Оно было передано в суд вчера, рассказал представитель ведомства. Следствием и судом установлено, что с 2014 по 2016 годы осужденные соцработники и почтальоны похитили около 5 миллионов рублей из средств, предназначенных сельским педагогам для оплаты жилья и коммунальных услуг. Они приговорены к условному сроку лишения свободы от одного года до четырех с половиной лет. Продолжил разговор на эту тему Анварбек Сулейманов. В Хасовертовский районный суд было передано уголовное дело в отношении начальника отдела по вопросам пособий семьям районного управления социальной защиты населения, 13 начальников почтовых отделений и почтальона. Они обвиняются в хищении с помощью подложных документов в 40 миллионов рублей, предназначенных для выплаты детских пособий. Дело в отношении начальника главного бухгалтера и специалиста управления социальной защиты населения выделено в отдельное производство. Написала обитательница виртуальных дебрей Майя Гашимова. Вот как можно было делать такие вещи с детьми, я так и не поняла. Неужели ни совести, ни страха нет у этих людей, да еще и так массово. 13 начальников почтовых отделений и почтальон – это же устойчивая группа мошенников. При этом меня опять удивляют люди, которые должны были раскрыть это преступление гораздо раньше. Или же просто не допустить подобного положения дел. Пишет Ибрагим Атаев. Честно говоря, я не очень понимаю, каким образом эти люди совершали такие преступления. Они что, отнимали деньги у бедолаг? Вот подумайте сами. Детских пособий ждут очень бедные люди. А грабить бедных – это как-то совсем гибло. Не то, чтобы нас можно было удивить бессовестностью наших людей, но сейчас это совсем какой-то зашквар. Отобрать 40 миллионов у бедных – давайте посмотрим, как и чем это все закончится. По мнению Зарима Гамзатовой, от чему мы удивляемся? У нас регион, который только-только начали вытаскивать из коррупционной ямы. А коррупция тем и отличается, что разрушает ценности общества. Невозможно допустить коррупцию в одной сфере, и чтобы она не переползла в другие области нашей жизни. Поэтому не нужно удивляться. Если можно воровать на дорожном строительстве, то можно воровать и у бедных. Это обсуждение дополняет юзер Магомед Газеев. Меня лично больше удивляет какая-то внутренняя нечистоплотность людей, которые готовы были совершать такого рода преступления. Мне интересно, почему они такое делали. Мне сказали, что у них низкая зарплата, но может лучше было просто заняться чем-то другим, а не грабить детские деньги. Почему человек, попадая в бедность, становится таким беспомощным и бессовестным? А может он оказался таким деморализованным по другим причинам? Ясно одно, суд нам на эти вопросы ответов не даст. У чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова нет планов стать политиком. Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве в прошлую пятницу. На этом мероприятии много еще о чем говорили. Но эта тема пользователей социальных сетей заинтересовала больше всего. Пользователь Магомед Расулов по этому поводу написал следующее. Отвечая на вопросы журналистов, поинтересовавшихся, чем спортсмен будет заниматься после того, как он оставит спорт, то Хабиб Нурмагомедов сказал следующее. Насчет политики у меня нет планов. Как спортсмен я не закончился. Хочу довести дело до логического завершения. Главная работа впереди. Все свои силы направляю на спорт. Не думаю, что нужно кресло или кабинет, чтобы помочь окружающим, сказал боец. Пресс-конференция, кстати, проходила в зале «Луноход» московского отеля «Стандарт». Следующий бой Хабиба Нурмагомедова будет с временным чемпионом UFC Частином Гейджи 24 октября в Абу-Даби. Эту новость дополнил Идрис Абдулаев. Никому не удивляет этот вопрос. Ведь у нас все спортсмены по окончании карьеры идут в политику. Наверное, там хорошие деньги светят. Вот сейчас пройдет в Думу и будет там сидеть и получать хорошие деньги. Квартиру в Москве и все даром. Только руку поднимай или на кнопочки нажимай. А то из-за тебя нажмут где надо. По мнению завсегдатой социальных сетей Нибигулы Юсупова, он имеет шансы получать в спорте чистыми деньгами намного больше, чем наши политики получают грязными, сидя в официальных креслах. Не верите? Поройтесь в его карманах. Вы же это умеете? И зачем ему разгребать чью-то политическую грязь? И то, что он ответил прямо, нет в этом ничего удивительного. Это в его духе. Своим мнением поделился Исагит Насулаев. Вот эта беда у нас в республике. Умных и образованных никто не видит. Профессиональные юристы, экономисты, управленцы выезжают пачками в Москву. А Дагестан пытается восполнить каким-то образом кадровый голод. Но зато в политике много спортсменов. При этом сказать, что они стали хорошими руководителями, не очень-то получается. У нас есть один олимпийский чемпион, ставший весьма посредственным главой. Не удивлюсь, если во власти и Хабиб тоже скоро будет. Пишет пользовательница Эмина Гаджиева. По моему мнению, дело в том, что спортсмены легко управляемы властями. Будучи успешными в своем деле, они чаще всего мало и плохо разбираются в политике. У них плохо с гуманитарным минимумом тех знаний, которые нужны человеку на управленческом уровне социальной пирамиды. Но спортсмен может быть привлекательной картинкой на выборах. Но с другой стороны, Хабиб – человек, которым очень трудно управлять. Написал пользователь Ибрагим Арсланов. Напомним, что Хабиб должен был драться весной 2020 года с Тони Фергюсоном. Однако из-за пандемии коронавируса его поединок пришлось сначала перенести, а затем и вовсе отменить. Хабиб не смог приехать в локацию, где должен был пройти поединок. Так что на данный момент в его статистике в смешанных единоборствах 28 боев, все из которых стали победными. Последней схваткой значится встреча с Дастином Пуарье. Хабиб поддержал победу над американцем 7 сентября 2019 года на турнире UFC 242, который прошел в Абу-Даби. Таким образом, у Хабиба из-за пандемии и всех событий в жизни перерыв в карьере составит уже больше года. Пользователь Али Рашидов дополнил это обсуждение следующим комментарием. Кто организовал эту пресс-конференцию ужасно и непрофессионально? Хабиб выглядел на ней как-то подавлено. Но с другой стороны, как он еще должен был выглядеть после такого несчастья? Однако он нашел в себе силы и готов продолжать спортивную карьеру. Он рассказал, что в 12 лет выступает профессионально и 8 лет только в UFC. Он хочет быть занятым каким-то делом и хочет заниматься тем, что лучше всего у него получается. А это спорт. А вот у пользователя Иссы Гаджибекова свое мнение. Это была первая пресс-конференция после большого перерыва. И естественно, что у него спрашивали про его отца. А еще он сказал, что не перед одним боем ему не хотелось конфликтовать или заниматься трэш-токами. С Гейджи у него вполне хорошее отношение. Хабиб вспомнил добрым словом и самого Гейджи. Он назвал его достойным соперником. Мы выйдем туда, сделаем свое дело, пожмем руки и уйдем с ринга. Весьма достойный ответ. Ну а на этом, пожалуй, все. Это был 47-й выпуск проекта «Глобальная сеть» и вел его я, Дембаган Магомедов. Спасибо всем, кто смотрел нас в эфире телеканала РГВК и на нашем YouTube-канале. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова